25 августа, пять дней тому назад, в очередном интервью Иосиф Кобзон проговорился о том, что бывший президент Украины Янукович является его соседом по даче. Иосиф Кобзон, оказывается, уже много лет живет за городом, предпочитает шумному центру столицы, ближнее Подмосковье. Много лет назад он купил дом в Баковке, что в Одинцовском районе. Цитата Кобзона, прежде это была дача маршала Рыбалка, после смерти которого усадьбу поделили его сестры. Часть дачи купил академик Лопухин, уже у Лопухина купил я. Одолжил на покупку денег у ныне покойных композитора Оскара Фельдсмана и поэта Роберта Рождественского. Одолжил и пошел чесать по стране, работать, работать и работать, пока не рассчитался. А сегодня у народного артиста СССР очень необычное соседство, по его словам. Цитата Кобзона. В Баковке, забор к забору со мной, мы это сооружение в шутку называем «Китайская стена», сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. А граду такой высоты вы и представить себе не можете. Эта дача в Баковке или в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут, ты же выходишь из нее, а башка остается. Вот пример муж Максаковой убитый в Киеве. На вопрос, почему Иосиф Кобзон так откровенен и за что он так не любит бывшего президента Украины, он откровенно отвечает. Я бы Януковича собственными силами уничтожил за то, что он допустил Майдан. Нельзя было этого делать. Я и Горбачева бы уничтожил за то, что он вместе с Шеварнадзе без единого выстрела развалил Советский Союз, эту великую державу. В результате Америка стала единственной сверхдержавой, а сейчас Путин пытается нас уравнять, но это очень сложно сделать. Вот такие откровения, которые мало кто заметил. Но Медуза, один из самых интересных на данный момент информационных источников в России, провел собственное расследование. Прежде всего, нужно сказать, что дача, на которой проживает Иосиф Кобзон, как он и сказал, действительно принадлежала маршалу Рыбалка. Вообще, весь этот район Одинцова называется маршальским районом. Журналисты Медузы, отправившиеся в этот район, определили, что бывший президент, которого разыскивает Интерпол, проживает сейчас в районе Одинцова, парковая аллея, дом 11. К сожалению, Google не дает возможности очень хорошо рассмотреть этот дом. Например, можно прекрасно рассмотреть дом какого-нибудь Бретта Пита или какого-нибудь американского сенатора. Но вот дачу бывшего беглого президента Google почему-то не приближает. Тем не менее, очень четко можно увидеть, что это большое массивное здание, недалеко от спортивного комплекса «Локомотив». Выяснили, что участок принадлежит федеральному казенному учреждению «Загородный дом приемов русичи» при Министерстве внутренних дел. Согласно данным Росреестра, он предназначен для дома приемов размещения иностранных специалистов. Ранее на этой территории находилась дача маршала Семена Буденова. Еще в те времена, когда дача Буденова была построена, очень многие местные жители жаловались тогда Никите Хрущеву. Тогда и появилось это название первый раз «Китайская стена». В одном из заявлений было так и написано. «Хозяйство Буденова огорожено большим забором, как китайской стеной. Построили большой двухэтажный дом и 21 гектар земли захватили. Вдоль забора был пущен ручей, ниже по склону располагался пруд, который вручную выкопали военные. Мы все это наблюдали своими глазами. Почему же живет так товарищ Буденый?» По территории госдачи находится трехэтажный кирпичный дом площадью 2076 квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд 768 квадратных метров. В них расположены бассейн с дорожками длиной 25 метров, комплекс саун, кухня и складские помещения. Отмечается, что с марта 2014 года владельцы госдачи увеличили объем услуг, заказываемых для обслуживания дома приемов в Баковке. В частности, выросли объемы вывозимого мусора и отходов. Кроме того, начали заказывать трубочистов для очистки дымовых труб и каминов. С лета 2015 года наблюдается, что приблизительно шесть раз в году подстригают газоны и ухаживают за зеленью вокруг. На территории провели работы по улучшению технического состояния бассейна, двух купелей и также чаши джакузи и чаши водопада. Затем к даче была проложена отдельная дорога, парковая аллея, которая выходит, минуя поселок, к Минскому шоссе. В Украине Янукович подозревается в государственной измене. Ранее его адвокат Виталий Сердюк заявлял, что экс-президент постоянно проживает в Ростове-на-Дону на улице Еременко, 81-Б. Вопрос об адресе проживания Януковича играет очень важную роль в ходе выполнения обязательных процедур украинским следствием. По словам жителей, каждый день кортеж из нескольких джипов выезжает с территории около 11 утра и возвращается через несколько часов. Как рассказывают другие свидетели, приблизительно в это время Януковича можно встретить в фитнес-клубе World Class в Жуковке. Это один из самых элитных фитнес-клубов. Будут ли иметь какие-то последствия слова Иосифа Кобзона? Останется ли Виктор Янукович на этой даче? Или его срочно переместят в какое-то другое место? Мы не знаем. Но пожелаем Виктору Януковичу крепкого здоровья для того, чтобы он дожил до того момента, когда его все-таки выдадут украинским властям. А рано или поздно это все равно произойдет. Потому что никто в Украине не намерен забывать того, что сделал Виктор Янукович. Вот даже сосед его, у которого пупок зарыт в Донбассе, тоже почему-то не любит Януковича. Правда, по другой причине. Не потому, что он наворовал много денег, а потому, что он допустил Майдан. Нужно было, видимо, растоптать все и затопить в крови. Тогда бы он был героем в глазах Иосифа Кобзона. От всей души берегите здоровье, Виктор Федорович. Субтитры создавал DimaTorzok